Вау! Офигенно! Мне нравится, чел! Отличная игра! Про это я точно могу сказать, что это было нереально. Я бы хотел прокатиться по таким домино. Было бы клево! Здоров, добро пожаловать в реакцию профи. Я Джейк Иларди, профессиональный скейтер. Сегодня мы посмотрим на Nacon Session Skate Center. Я Марио Маккой. Погнали! Гравитация в этой игре максимально приближена к реальной. Графика же не самая выдающаяся, но вполне себе сносная. Согласен. Ууу, Switch Backside. Красавчик! Мне нравится поп-ап. Весьма реалистично. Я не играл в нее, но в динамике выглядит довольно неплохо. В честь выхода игры был даже праздник в Нью-Йорке. Рили? Да. Они заняли весь парк в Бруклине и устроили там крутой концерт. Я был там. Ребята подарили мне ключ для скачивания игры, но я так и не поиграл в нее. Пожалуй, надо будет затестить. Было бы клево, если бы ты играл в нее сам за себя. Да уж. Почему так и не сыграл? Я почти не играю в игры. Целыми днями катаюсь на скейте. Падение не слишком реалистичное. Про это я точно могу сказать, что это было нереально. Чувака как будто просто вырубили. Все его тело мгновенно расслабилось. Но это клево. То, как выглядит в целом. Имею в виду, что это не идеально, но лучше, чем все, что я видел до этого. Например, скейт 3, я бы сказал, что она кажется мне более интересной. Но это выглядит реалистичнее. Ни разу не играл в нее, но по сравнению с другими играми про скейтборды, да, реалистично. Небольшой прыжок, 180 и проезд в свече. Это похоже на мэрию. Старую мэрию. Перед нами Нью-Йорк. Я бы хотел, чтобы там была такая большая плитка и те бетонные скамейки. Класс. Да, это точно старая мэрия. Ты делаешь прэша-флип, Марио? Даже не знаю. Я пробовал сделать его так много раз. Похоже, я просто не создан для этого трюка. А ты? Нет. Мои траки немного смещены так, что это было бы очень трудно. Во всяком случае, на моем основном скейте. Я не могу это делать с моим сетапом. Графику добавить сюда графоуни из какой-нибудь топовой игры, то получилась бы самая реалистичная игра эвер. Прэша-хил-флип 5-0. Да, классно. Ты когда-нибудь катался по общественным местам? Да, еще ребенком. Только вот, скажу так, людям это никогда не нравится. Прохожие очень территориальны. Они всегда, как минимум, злобно поглядывают на тебя. Сейчас все изменилось. У нас, наконец-то, есть свои профессиональные парки. В моем детстве могли спокойно подойти и прогнать. Так и говорили. Пошел отсюда, мелкий. Я бы хотел прокатиться по таким домино. Было бы клево. Аккуратнее со ступенями. Он собирался сделать рейл? Не похоже. Просто не повезло с приземлением. А теперь он делает ноус 50-50. Охренительно круто. Он выполняет трюки перед церковью? Да, почти у главного входа. Это дичь. Согласен, но зато он нашел действительно хороший спот. Но люди явно будут недовольны тем, как он распоряжается городской собственностью. Я много раз такое видел. Уууу, бэкхилл. И после этого он переходит из свеча на основную ногу и падает на спину. Мало кому, мало кому известный факт, но Ян Смит впервые совместил бэксайд в Анэйти и поп-шоу в Ид. Я тогда пришел на классный скейтерский фест. Один из лучших на восточном побережье. Чувак, это было нечто. Два сложнейших трюка в одном. Свитч поп-ап и свитч бэксайд. Это было где-то на юге? Нет, нет, вроде как где-то недалеко от Мэрилэнд. Прямо в окрестностях Вашингтона. Я не могу вспомнить точно, потому что это было очень давно. Я тогда был совсем пацаном, мог выполнить только свитч грэп. Хотя, мне до сих пор не нравятся трюки в свитче. Но тот трюк стал одним из моих любимых. Как и всякие штуки по типу прыжка с одного ноус-менюэл на другой. Очень трудная хрень. Я как-то видел, как Челик сделал ноус-менюэл после приземления с высокой лестницы. Да, тоже такое видел. Это абсолютнейшее безумие. Надо иметь просто нереальный скилл, чтобы так делать. Да еще и обладать врожденным чувством баланса. К слову, хорошо, что тот чел забыл, как его имя снова встал на доску. Видел, что у него была травма. Да. И вот он снова в строю. Да, он из компании Брайана Германа. Эта игра очень крута. Мне нравится работа камеры, как будто реальное видео. Не знаю, есть ли такое в других играх, но мне нравится такая манера съемки. Думаю, это повтор последнего трюка. К слову, отличный трюк. Потрясающе. Да, похоже, что это... Или... Не могу понять. Это разве не Хэймейкер? Когда ты делаешь поп-шоу в Итриверт в воздухе. Звучит так, да. Поп-шоу в Итриверт. Вроде его назвали Хэймейкером. Это охренительно. Мне интересно, в игру можно играть от первого лица, или это тоже повтор? Это реально круто. Эта игра супер клевая. Не видел раньше такого. Кого-то от такого может затошнить. Вау. Вау. Офигенно. Мне нравится, чел. Отличная игра. Теперь я точно скачаю ее. Блин. Не совру, если скажу, что тут все очень достоверно. Вот почему я еще до видео сказал тебе, что будет забавно взглянуть. Последние кадры меня поразили. Плюс отличные трюки. Мы видели несколько очень сложных. Из нереалистичного тут только графика. Но от первого лица в постоянном движении все выглядит как взаправду. Выглядит точь-в-точь так, как ты сам видишь все, когда едешь на доске, если смотришь вниз. Бэксайд флип через лестницы. Невероятный трюк. Более реалистичной игры про скейтеров я не видел. Да, Сэшн Скейт Сим – самая реалистичная игра про скейтбординг, которую я видел. И в особенности от первого лица. Ну и нельзя не отметить физику. Она тоже очень крута. Лучше, чем во многих играх. Это сложно. Сделать физику такой же, как в реальности. Да, согласен. Графика не везде идеальна, но что касается скейта – все круто. Звуки тоже на высоте. Слышны щелчки деки, стук колес по плитке. Видно, как персонаж напрягается перед трюком и расслабляется после. Это все приближает игру к реальности. Уже даже на игру не похоже. Когда смотришь со стороны, можно спутать с реальностью. Вид из глаз выше всяких похвал. Еще мне понравилось качество и разнообразие спотов. Тут есть все. Причем для скейтеров разных уровней. Выглядит реалистично и весело. Я по-любому скачаю ее сегодня вечером. Спасибо за просмотр. Чтобы выходило больше подобных видео, подписывайтесь на YouTube канал и группу ВКонтакте. Меня вы можете найти в Инстаграме – Джейк Эларди. Меня можете найти в Инсте – Маур Кой. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok